Сколько нужно времени, чтобы научиться падать так, как ты? Не знаю, месяца... месяца, наверное, хоть. Надо не бояться. А тебе больно? Не, не больно, приятно. Всем привет! Меня зовут Васильев Сергей, я являюсь тренером в клубе Aronium Family. И сегодня мы с вами рассмотрим бросок у чимата, подход изнутри. Рассмотрим какие-то нюансы и подводящие упражнения. Руки кладем друг к другу на плечо, лицом друг к другу. Делаем под шаг правой ногой. Левой ставим опорную ножку, разворачиваем ее сразу по направлению броска. И правой ножкой отмахиваем, носочек тянем, поясницу напрягаем. Вниз мы уходим, смотрим вперед, ручки потянулись, ручки тянут как будто на бросок. И выше, без броска. И вот такое движение получается. В исходное положение партнер стоит на одном колене. Вы держите заклад классический. Движением вверх вы тягиваете партнера и вы потягиваете к себе. Очень важно, чтобы вы потянули ручками вот сюда, вот к себе. И уже далее разворачиваем стопы по направлению броска. И скручиваем. Здесь очень важна работа рук. То есть вы должны потянуть партнера к себе, здесь эти ручки оставить. Потом с разворотом стоп скрутить партнера. Рассмотрим сам бросок. У вас захват можно брать либо классический, либо сверху. Правой ногой подшагиваем к его правой ноге. И одновременно с этим движением вытягиваем партнера наверх. Ручку разворачиваем. Смотрим на часы. Левую ножку разворачиваем по направлению движения. Нужно стать устойчиво на левой ноге. Чтобы правой ногой отмахнуть. Основные ошибки при данном броске, это то, что партнер начинает гнуться и руками не сегнуть. Вот такое положение. Естественно неправильно. И руки должны к себе в первую очередь тянуть к самим плечам. Ручку мы подтянули, носочки его вывели. Подшагнули. Подшагнули. И... Вот он на мне. И здесь. Мал. Рассмотрим варианты БЖЖ, когда ваш соперник проходит вам в одну ногу. Делает проход в одну ногу. Вот он вас вытянул. Здесь важно схватить за пар. Здесь как получится. Если вы успеваете только отворот, то уже ничего не поделаешь. Если у вас конечно осталась рука, ручку лучше вытянуть. Рассмотрим, что у вас отворот. Рукой берем за пояс. Здесь получается у вас одна точка, одна нога опора. Нужно с левой ноги. Подшагнули. То есть, как ты думаешь, сколько нужно бросков из джидо или самбо иметь в арсенале для борца джиу-джицу? Ну, по моему скромному мнению, хотя бы штук пять надо иметь. И их уметь их комбинировать. Какие ты рекомендуешь? Сио и наги, бросок через спину. Ну, все его варианты. Там с рукой, с колен. Кат и Гурума, мельница, бычок. Тоже считаю, что вполне полезно уметь. Ну и варианты посадок. Разных. Фига ты назвал уже. Ни хрена, ни пять. Ни хрена, ни пять. Перечислил. Спасибо за внимание. Ждем вас в нашем клубе. Пишите в комментариях, какой бы вы бросок хотели увидеть в следующем. ОС.